Наша служба и опасна и трудна. Так могут сказать о своей работе не только разведчики, но и полицейские. В частности, сотрудники дорожно-патрульной службы. У обывателей часто возникает предвзятое, мнимое мнение о работе сотрудников ГИБДД. Оно может кардинально поменяться, если воочию убедиться, как все происходит на деле. Например, проведя хотя бы одно ночное дежурство с сотрудниками. Плац. Сотрудники полиции перед дежурством, как положено по уставу, выходят на построение. Главное, сперва, больно. Старшие дают инструкции и обозначают маршрут для каждого экипажа. Необходимо сдержать автомобиль класс 2104, госномерной знак Ольга, 479, Роман Александр. Также обращаю внимание на то, что в ночное время суток обращали внимание на транспортные средства, которые передвигаются с громкоговорящей музыкой и на которых нанесены на стекла боковые, передние и лобовые, так называемая тонировка. Не забываем про соблюдение антикоррупционного законодательства. По мостам, по маршрутам разойдись. Прохождение медицинской комиссии – обязательная процедура для каждого сотрудника ДПС, выходящего на дежурство. Замер давления, температура тела, тест на алкоголь – уже привычные действия для любого инспектора. Инспекторы заполнили путевой лист. Выехали на маршрут. Не прошло нескольких минут, и первый нарушитель тут как тут. Внимание сотрудников ДПС привлекла десятка, которая двигалась по дороге без световых сигналов. За рулем машины находился молодой парень. О том, что рядовое и незначительное, казалось бы, нарушение спустя несколько минут вылится в настоящий фестиваль с табором, скандалами и провокациями, вряд ли кто мог подумать. Водитель с кудостурином водитель найти не может. Водитель с кудостурином? Сразу скажите, водитель с кудостурином есть у вас? Водитель с кудостурином не надо. Нет у вас? Ну, выходите, что искать, если его нет? Выходите, багажничек откроется, проверим багажничек. На рыбалке были, ребята? Да, дедушка ходит. Здесь что? Покажите свою работу. Как пассажир, наверняка. Родственник. Тут что, сумка с Анатолием? Сумка. Покажите, что в сумке. Да, рыбаки все это. Старик, ребят, старик. А что вы такое? Сразу еще, блеск, пучки, пакуты. Да есть там все, ребят. Рыбак нет лоб. Все, понял. Багажник закрывается. Объясняю вам так, как вы управляли транспортным средством без водительского удостоверения. Оказалось, что любителю рыбалки, который предпочитает ездить ночью без света, всего 15 лет. С документами на авто тоже не все в порядке. На подмогу нарушителю вышли его родственники, весьма многочисленные. Инспекторы попросили мать нарушителя принести хоть какой-то документ, подтверждающий личность юного водителя. То, что на конструктивный диалог шумная женщина не готова, стало понятно сразу. Наградит кто-то вам или что? Я вам еще раз говорю, это работа наша. Жалую, у них прав. Как? Сейчас вы будете грубить, и мы будем грубить. Что вы начинаете-то, говорю, остановись. Сейчас доставим всех в отец. Вы перепугали, как вам чего? Мы вас не пугали. Тихо, тихо. Манипулирование детьми в своих интересах – вещь сама по себе, мягко говоря, не очень правильная. Но есть категория граждан, для которых это дело привычное и постоянное. Чтобы не дать увезти десятку на эвакуаторе, мать семейства усадила в машину маленьких детей. Вместе с детьми забираем. Мама, дорогая, ты куда-то мы не ладьми. Мама, видишь, ты перепугал детей. Я чем перепугал, вы пугаетесь. Ты не вытащишь машину. Вы домой сейчас пойдете. Ну пойду я домой, дыши. Ты не заберешь машину. Я тебе сказала, ты детей, я тебе на вас пожаловаюсь. Не уберу. Нет, мы здесь не уберем. Я тебе тоже. Я сказала, дети боятся. Видишь, как ты перепугал. Отойди по-хорошему. Надо, ровышень. В итоге дети из машины все же вышли. Автомобиль нарушителя погрузили на эвакуатор. К слову, помимо оплаты штрафа за нарушение правил дорожного движения, скандальной семье предстоят беседы с инспекторами по делам несовершеннолетних. Вопросы к семейству у них точно появились. По словам инспектора ДПС, старшего лейтенанта Максима Алексеева, такие эпизоды для сотрудников давно привычны. Также лица цыганской национальности очень часто так же садятся за руль. В практике уже такое встречалось. Собираются всем табором, пытаются вывести на эмоции. Оскорбляют. Всячески пытаются детьми манипулировать. Садятся сажают детей в машины. В практике такое было неоднократно. Но, как показывает практика, все равно пытаемся наказывать данных лиц и привлекать к ответственности. От ответственности еще ни один не ушел. Спорить ради того, чтобы спорить. Именно такую позицию выбирают некоторые водители. Например, этот мужчина. Вы отказываетесь выполнять законные требования сотрудника полиции. Вы сейчас подпадаете по статье 19.3. Я ехал, вы меня остановили. Вы меня остановили. Да, у нас видеорегистратор. Где вы меня остановили? Вот покажите, где вы меня останавливали. Машина ваша? Машина стоит. Машина, спрашиваю, ваша. Вы меня останавливали? Я спрашиваю, машина ваша? Нет, я маю. Документы есть на мне? Есть. Давайте документы посмотрим. Оказалось, что с документами у мужчины все в порядке. Водительское удостоверение есть, страховка на месте, техпаспорт в норме. Был ли смысл спорить? Тонированные стекла автомобилей. Одно из самых распространенных нарушений в нашем городе. Есть у инспекторов уже, как говорится, постоянные клиенты. Такие, как этот парень, для которого подобные проверки и уплата штрафов уже практически привычка. О чем говорит его невозмутимость и спокойствие. Откройте дверь, замерим вашу тренировочку. С которой замер. Нарушителю выписали протокол, вручили памятку о том, как не стать жертвой мошенников и пожелали удачного пути. В этот момент мимо сотрудников проехал автомобиль «Лада Ларгус», из которого буквально громыхала музыка. Это при том, что на улице был уже поздний вечер. Запомним этот «Ларгус». С ним за время дежурства мы с инспекторами встретимся еще не раз. Проверка экипажа на укомплектованность и безопасность осуществляется каждое дежурство. Это обязательная процедура. Работали. Какие результаты работали? Порядка пяти постановлений по статье 12.6.12.53. Тренировка. На место вызывались также инспектора по делам несовершеннолетних, задержанных водителей, не имеющих водительского удостоверения в 15-летнем возрасте. И все-таки человек – существо странное. Мы требуем от правоохранителей, чтобы они пресекали преступления, охраняли наш покой. При этом часто сами способствуем правонарушениям. Ставим препятствия полицейским. Группами пользуются так называемые ВКонтакте, Вайбере, Ватсап. Гражданские люди создают такие группы в местоположении ДПС. Дабы уходить от ответственности. У кого-то есть какие-то нарушения, водительского нет или будучи лишенный. Хуже, скажем, если он будет в состоянии алкогольного опьянения. И таких групп у нас в городе, как бы, сколько, 2-3 группы точно есть, да? Ну, крупные. Не мало. Ну да, такие крупные группы. Я так понимаю, вы сами в них присутствуете все, да? Так или иначе. Ну, информацией, скажем так, владеем. Но непонятно позицию гражданских лиц. Да, как бы, они хотят, чтобы был порядок в городе. А получается, этой группой пользуются и водители, кто не имея водительского удостоверения или, опять же, повторюсь, в состоянии алкогольного опьянения, стараются объехать, минуя наше место дислокации, да? Вот, поэтому мы часто меняем место дислокации. Как бы, есть такой момент. Бывает, мешают граждане и иными способами. Например, такими, как вот этот гражданин. Всего доброго, счастливо. До свидания. Не мешайте здесь, если служить, пожалуйста. Внезапного помощника инспекторы терпели достаточно долго. Но любому терпению приходит конец. Не мешайте службу нести. А я вам что, службу не мешаю нести? С дороги отойдите, пожалуйста. Сейчас, подожди. С дороги отойдите, пожалуйста. Максим, позвони в ППС, Максим. Получается, да, ППС, он звонит сюда. Я вам... С дороги отойдите, пожалуйста. Да, вы, получается, ебать, это, кору, стойте, просветаете. Стойте здесь, пожалуйста, по машине. Вы, кору, стойте, просветаете. Стойте, не выходите на проезд. Вы, говорю, да я не при... Вот, пешеходный переход. А вы можете спросить, вы зачем все это делаете? Ну, с телефона. Ну, вы же с камеры стоите. Ну, я телеканал, я снимаю. А с какого канала? Малышный департёр. А я общественный. Ну, понятно. Ну, просто вы, вы же, как-то, сотрудник отвлекаетесь. Я отвлекаюсь? Нет, я вообще не отвлекаюсь. Вообще, я их никак не отвлекаю. Они меня зацепили. Просто я стою с ними и снимаю, как бы. В чем проблема? Будет движение транспортного средства переградить в Стальке? Нет, не переграждаю. Каким образом? Вот. Есть вот барьер. Барьер. Переход, ну, транспортным средствам, да, вот. Я должен же его перейти. Меня, получается, сотрудник ограждает. Как говорится, кто ищет, тот найдет. Мужчина нашел. Штраф за переход дороги в неположенном месте. И приятную беседу с сотрудниками ППС. Мазохизм. Иное слово по отношению к водителю Ларгуса, о котором мы говорили ранее, найти сложно. Но о чем нужно думать, в буквальном смысле преследуя экипаж ДПС, при этом врубив на всю музыку в ночное время. И эта встреча с данным авто была уже третьей за смену. Мимо с музеем пробаражировали, и обратно идут. У вас чувство самосохранения тут есть или нет? Не понимаете, что люди спят там. А? Или вам в кайф это все дело? Да, не слышно в домах, это на улице. Как не слышно? Я вот даже не уверен, что слышно в домах. Давай, если ты возле твоей квартиры поэкспериментировать. Поставим твою машину, пусть играет сюда. Что твои соседи спят? Как думаешь? Что он там, Сергей? Надеюсь. Будешь такого не повториться. Эта смена оказалась для инспекторов богатой на улов несовершеннолетних водителей. Сотрудники ДПС приметили подозрительный автомобиль, водитель которого пытался скрыться на машине во дворах. Оказалось, несовершеннолетний паренек без спросу взял ключи от автомобиля отца и отправился кататься по ночному городу. Предварительно не забыл закинуться пивком. 0,16. Свыше 0,16 будет установлено состояние опьянения. Выдыхайте до щелчка. Выдыхайте до щелчка. И три секунды. Дуйте, 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 дуйте. Поехали. Все, все. Ну, так все там дуйте. По любому пиву пиво. Да у него пороженый. Телефон дай сюда. Отвечать за проступки таких подростков приходится родителям. Они оплатят внушительный штраф. Для человека непривычного подобная ночь показалась бы настоящим приключением с множеством действующих лиц и событий. Для инспекторов это обычная смена, привычная работа. Каждый ли сможет ее сдюжить? Сложно сказать, но одно можно сказать точно. Чтобы работать инспектором ДПС, нужны стальные нервы.